Польское телевидение В роли капитана Клосса Станислав Микульский В фильме снимались Халина Хасабуцкая, Иоланта Зыкун, Люцина Сухецкая, Эмиль Каревич, Станислав Зачек, Ежи Калишевский, Богдан Лысакович и другие Оператор Антоний Войтович Директор Мячеслав Вайнбергер Режиссер Анджей Конец 1945 год Режиссер Антоний Войтович Режиссер Антоний Войтович Режиссер Антоний Войтович Режиссер Антоний Войтович Подождите Режиссер Антоний Войтович Режиссер Антоний Войтович Майор позовет. Пойди-ка сюда. Закурить есть? Есть. А что? Ты из запасного? Значит, порох ты еще не нюхал. Закурить. 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 Есть? Давай. Да, сержанту прикурить. Сержант, к майору. Смотрите, за два дня мы замкнем кольцо окружения вокруг Тольберга. И выйдем к морю. Да. Вы будете там раньше. Вам уже сказали, в чем дело? Сказали, гражданин майор. Будет сделано. Выйдите из леса в десяти километрах западнее города. Потом укроетесь в подвале разбитого дома на Кайзерштрассе. 30. Будете в распоряжении нашего агента, Йод-23. Без его приказа передатчиком не пользоваться. Ясно? Ясно, гражданин майор. А как я его узнаю? Посмотрите на эту фотографию. Капитан. Мы его ценим выше. У нас он майор. Внимание, внимание. Комендант полиции и СС города Тольберг приказывает, чтобы завтра, то есть 18 марта 1945 года, женщины и дети до 15 лет явились к 6 часам утра в порт для эвакуации за линию фронта. Все мужчины от 15 лет до 60 должны сегодня явиться в комендатуру города. Повторяем. Повторяем. Комендант полиции и полиции миаста Тольберг загадает, чтобы женщин у детей до 15 лет ставили в порт. Поехали! Хайл Гитлер! Хайл Гитлер! Полковник здесь? Нет, я тоже его жду. Я рад, что мы можем поговорить и о себе. Паршивая ситуация, а? Да уж. И что ты решил? Я тебя спрашиваю? Ничего. А ты, Герман? Ну что, завтра могут отрезать выход к морю. Не исключено. И что? Пойдем как овцы под нож? Боишься. А ты? А к чему ты клонишь? Может, стоит подумать о собственной шкуре. Может быть, мы... У меня есть идея, Ганс. Если хороший, доложи Броху. Ты шутишь. Я предлагаю союз. Фюрер категорически отвергает предложение сдать город. Мы получили приказ не шагу назад. За нами только море. Да, только море. Докладывайте, Клосс. Уже несколько часов тишина. С востока и запада мы отрезаны. Сегодня утром танки противника вышли на шестинское шоссе. Они прорвутся к морю. Мы потеряем последний путь отхода. Устаревшие сведения, Клосс. Они вышли к морю два часа назад. Все пути отрезаны. Докладывайте, Брюнер. В городе все спокойно. Ты велел расстрелять двадцать человек? Да, утром в порту. Одни здоровые мужчины. И несколько женщин. Ну, дальше. Завтра уйдут последние суда. А что с тем заводом? Все подготовлено к эвакуации. Профессор, глаз и машины отплывут завтра. Фюрер придает этому делу большое значение. Вы за него отвечаете, Брюнер. Так точно. СС займет порт. Порт займут армейские части. Ваше дело, завод. Как прикажете. Но я боюсь. Это все, Брюнер. Спасибо. До свидания. У вас что-нибудь есть? Нет. Собственно, нет. Поздравляю вас с назначением командиром у обороны Тольберга. Вы шутите? Ведь это ненадолго. Что вы решили? Выполнить приказ. С ними? Их я пошлю на канал, там брешь. С чисто военной точки зрения. Знаю. И что? Вывод напрашивается сам. Я бы не хотел, чтобы сделали его вы. Именно вы. Никакой ответственности я не несу. Я только выполняю приказы. У вас есть предложение? Нет. Тогда это все. Жду донесений с пятого участка. Так точно. Это распоряжение прошу передать через заводскую радиосеть. К 4 утра я пришлю грузовики. Ведь вы знаете сколько работы с демонтажом? Чего не успеем, уничтожим. Фролин Грета. А что будет с рабочими? Не понимаю. О ком вы? Об иностранных рабочих? Ну не беспокойтесь. Их я беру на себя. Прошу это передать, чтобы немедленно прошли по радио. И все-таки я хочу узнать, что с ними будет. Это вас действительно интересует профессор Глаз? Охрана СС приедет завтра с грузовиками. Не хватает людей. Оружие раздадим немецким рабочим и инженерам. Ну и они покараулят ваших любимцев. Прошу приготовить ваши чемоданы. Внимание, внимание. Иностранные рабочие первой и второй смены. Комендант приказал. Без особого разрешения запрещается выходить с территории завода. Все попытки саботажа и нарушения приказов будут караться смертью. Комендант. 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 Ну, как жизнь? Да так, более-менее. Рука? В порядке. Это был только вывих. Парашютной практики маловато. Рапорт отправил? Да. Не ищут? Пока, наверное, нет. Что сообщают? Завод должен оставаться неповрежденным. Не допустить эвакуации профессора Гласса оборудования рулевых устройств ФАО-2. Легко сказать. Дальше. Назвать слабые места обороны. Доложи. Канал в двух километрах от завода. Сегодня в ночь или к утру этот участок займет батальон фолькштурма. Так точно. А что с заводом? Пока не знаю. К нему подхода пока нет. Доложи, что я пойду к Глассу. Да, еще сообщили, что сын профессора Гласса, Курт, у нас в лагере военнопленных. Вот это важно. С ума сошла? Это рисовал Курт. Хочешь здесь оставить? Тебе все безразлично. Успокойся. Обо всем забочусь я. Успокойся. Если бы ты хотел, ты бы Курта освободил от армии. Сын твоего шефа служит в Берлине, а наш сын... О, Боже. Перестань. Наконец явилась. Куда ты провалилась? Я тебя пручу. Не тронь. Какая я несчастная. Пакуй фарфор. Хотел прийти какой-то капитан Клосс. Проводи его в кабинет. Добрый день. Добрый день. Могу я видеть профессора Гласса? Да. Прошу вас. Рюмочку-каньяку. Спасибо. Еще французский. Последняя бутылка. Если не ошибаюсь, вы работаете в контрразведке? Да. Что нужно от меня, контрразведки? Извините, капитан, но у меня действительно мало времени. Понятно. Закурите? Американский? Трофейный? Допустим. Вам приказано эвакуироваться? Вы знаете... Да, знаю. Ну что ж, путь морем не назовешь безопасным, но если удастся... Что вы имеете в виду? Если удастся, то вы продолжите свои исследования. Прекрасные перспективы. Может, вы все-таки скажете, чем вызван этот ваш визит? Это не так просто, профессор. Этот год у вас в своем роде юбилейный, правда? Вы верно шутите, капитан? Десять лет назад Датсен Глаз провел несколько месяцев в берлинской тюрьме за помощь, оказанную коллеге. Об этом знают все? Да, конечно. Потом вы, замечательный физик, безропотно служили Третьей империи. Награды, ордена и этот завод. Удивляюсь вам, капитан. Неужели вас обязали проверить мою лояльность? И вот я думаю, осталось ли у вас что-нибудь от тех лет? Ведь лучший ваш друг, доктор Барт... Хватит. Хватит. Думаю, у немецкой контрразведки есть работа поважнее, чем беседа о моем прошлом. Безусловно. Доктор Барт был расстрелян в Гамбурге. Провокация? Представим себе, что кто-нибудь вас спросит. Профессор Глаз, считаете ли вы, что следует эвакуироваться? А представим себе, что так поставленный вопрос я повторю в гестапо. Тот, кто спросит, наверняка уверен в своей безопасности. Блеф, капитан. Посмотрим, когда раскроем карты. Я люблю рассуждать теоретически. Ведь я, собственно, математик. Конечно, тот, кто спрашивает, должен предложить какие-то гарантии. Речь идет о гарантии выжить? А если спрашивающий даст вам только шанс? Единственный, возможный в данной ситуации. Это слишком туманно, молодой человек. Ну, допустим, что я не фанатик и теоретически мог бы рассмотреть отдельные предложения. Это дает надежду. Но только лицам, имеющим на то полномочия. Ну, а затем... А затем существует долг, верность... Долг. И потому согласие на все. Вы переходите допустимые границы. Вы рискуете... Разговор теоретический. Ах, даже так. Теперь вы отступаете. Даже говоря теоретически, мне надо знать, что я не покупаю кота в мешке. А если так? Вы рассмотрели бы конкретные предложения? В известных границах. Требуется одно. Никуда не уезжать. Кто требует? Кто услышит мой ответ? Что вам известно о вашем сыне? Боже мой. Вы что, знаете о Курте? Говорите. Он исчез три месяца назад. Он жив? Он жив. Но он в плену. Это точно? Кто вам сказал? Ответ, по-моему, излишен. Надеюсь, вы поняли? Ну, да. Пожалуй, понял. А если этот разговор вы кому-то передадите... Дальше не надо. Я понял. Все. Эта война безжалостна, профессор. Снаряды, сделанные на вашем заводе, падают сейчас на Лондон. Хватит. Перестаньте. Хорошо. Не думаю, что вас оставят в покое, если вы завтра не явитесь на корабль. Я предлагаю встретиться на углу Померанштрасса, скажем, часа так... Проводи, господина капитана. До свидания. Ты здесь живешь? Да. Это окошко в сад. Важное дело. Надо вечером встретиться. Пока, Агнишка. Пока. Помог бы. Не нужно. Мы остаемся здесь. Что ты сказал? У меня хорошие новости. Наш Курт жив. Он в плену. Я знаю ее еще по Варшаве. Она прекрасная девушка. Это для нас шанс. Ведь она связана с заводом. Доложи. Приступаю к операции глаз. Опять нечего курить. Бери. Принесу побольше. Только осторожно с огнем. Буду осторожным. Держись. Смотри, не спеши. Налево, налево. Уважай, осторожнее. Ну. Осторожнее. Сашка, давай тележку. Хорошо. А так. Потихоньку. Взяли. Куда ты пропал? Я тебя искала. Тихо. Нас могут увидеть. Что случилось? Ну? Я слышала, как глаз говорил с тем офицером. Привезли винтовки, их раздадут немцам. Потом придут эсэсовцы и вас. Я все понял. Ты должен бежать. Я принесу одежду моего брата. И сделаю пропуск. Я буду ждать на улице. И стану я издали глядеть, что сделают с другими. Как? Ты не хочешь жить? Где эти винтовки? Ты должна узнать, где эти винтовки. Слышишь? Я не знаю. Типа не позил調. Я не знаю. Я не знаю. типом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом концлагерь, завод. А тут Гласу понадобилась служанка. Понимаю. А что с ребятами из нашей группы? Меня взяли до восстания. Они остались там. Да. Остались. Слушай, Агнешка, иди на завод и скажи своим, что их операцию нужно связать с действиями на фронте. В 2.45 пусть снимут часового у главных ворот и подождут нас. Мы встретимся в 2.30 у входа. Это все? Да. Лучше много не говорить. Фриц! Вставай! Ты просил разбудить. Фриц! Ты где? Фриц! 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 Открывай! Открой! Сейчас же открой! Открой! Почему ты закрылась? Кто у тебя был? Никого не было. Ты врешь. Кто-то был. Я слышала. Где мой муж? Где профессор Глаз? Вы говорите, что здесь был капитан Клосс? Да. Зачем? Не знаю. А о чем они говорили? Я не подслушиваю штурмбаннфюрер. А жаль. А потом профессор Глаз пошел к себе отдохнуть, да? Да. Он был очень взволнован, хотел остаться один. Я была в комнате рядом. Думала о Курте. А Курте? Кто этот Курт? Наш сын. Мы думали, что он погиб, но муж сказал, что Курт жив. Он в плену. А когда ваш муж узнал об этом? Не знаю. Жаль, что вы ничего не знаете. Когда он вам сказал об этом? Сразу, как только вышел тот капитан. Как только вышел капитан Клосс. Вы точно в этом уверены? Да. И сказал, что мы не будем эвакуироваться. А, и не будете эвакуироваться. Слушаю, Брюннер. Нет. Да, да, да. Я понял. Хорошо. Спасибо. Про Глаз. Мы, немцы, должны быть стойкими. Ваш муж, профессор Глаз, умер. Боже. Боже. На пятом участке тихо. Пока тихо. Наверное, так и начнется не раньше пяти утра. Надеюсь, они захотят обойти канал. Да. Наши радиопеленгаторы засекли неприятельский передатчик. Здесь? В городе? Да, да. Здесь в городе. В квадрате Кайзер и Поменштрассы. Если они раскрыли систему нашей обороны... Передают? Да. Мы перехватили их рапорт. Отдел шифров работает над ним уже два часа. Наша контрразведка плохо действует, класс. Через полчаса Фолькенхорн начнет прочесывать этот квадрат. Пойду на пятый. Буду докладывать по телефону. Что, спешишь, Ганс? Да, спешу. Боюсь, что тебе придется задержаться. Я хочу в вашем присутствии, господин полковник, задать несколько вопросов капитану Клоссу. Что это значит? Сейчас все объясню. Что ты делал сегодня под вечер, Клосс? Мне не нравится твой тон, Брюнер. Излишняя впечатлительность. Чем ты был занят, Ганс? От семнадцати до двадцати? Ни на один твой вопрос не отвечу, пока не узнаю, в чем дело. Хороший метод. Скажите, наконец, в чем дело. Клосс здесь двадцати одного. Нет времени на глопости. Хорошо, сейчас скажу. Сегодня убит профессор Гласс. Надо сейчас доложить фюреру, вы понимаете? А при чем здесь Клосс? Клосс последний, кто видел профессора живым. Вы были у него? Да, был. Так. Зачем? Профессор мой старый знакомый. Неправда. Фрау Гласс сказала, что видела тебя первый раз в жизни. Возможно. О чем ты с ним говорил? Я сошел с ним попрощаться. И в результате этого прощания профессор Гласс решил не выезжать, да? Что ты знаешь о его сыне? Ничего. Ты лжешь. Берегись, Брюнер. Прекратите, господа, не время для ссор. Нужно сейчас же найти убийцу профессора Гласса. Где тело? Рядом, в моем кабинете. Разрешите, господин полковник? Прошу. А что с радиостанцией, полковник? Через полчаса взвод жандармерии, взвод из батальона Фолькенкорна начнут прочесывать этот квадрат. Ну и что? Ничего. Фрау Гласс опознала мужа. Да, по куртке и по брюкам. Этот человек старательно изувечен, господин полковник. И мне непонятно зачем. И рубашка надета наизнанку. Профессора нет на заводе, Фролин? Я знаю, он велел взять портфель. КОНЕЦ Собирайся, сейчас сюда наглянут немцы. Через десять минут не выходить на связь. Рапорт еще не передал? Нет. Операции на заводе начнут в три. Ах что, мы не успеем предупредить центр. Уходите, я передам рапорт. С ума сошел? Надо сообщить время операции, а то наши на заводе погибнут. Хорошо, рискнем. Почему ты не хочешь сказать, кто ты? Не могу, верьте мне. Ладно, Агнешка, нам терять нечего, тем более, что можем спасти людей из завод. Этот город после войны будет принадлежать Польше. И все-таки вам лучше уйти, гражданин майор. Еще четыре минуты. Чертовский риск. Ладно, спокойно, брат. Винтовки в караульной. Их пока не раздали, может успеем. С людьми говорили? Я отобрал десять человек. Из Югославии? Готово. Мы тоже выбрали десятерых. В два сорок пять Вацак и Сашка убирают караульного. Попробуем взять винтовки. А теперь все по рабочим местам. Пойдем в секретариат. Моя немчура подпишет тебе пропуск. Начинай. Я висла пять. Я висла пять. Я висла пять. Иди. Иди, не бойся. Здесь никого нет. Она уже давно пошла за одеждой для меня. А почему она это делает? Откуда я знаю? А я думаю, что она тебя любит. А ты? Огнешка. Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя. А она еду мне приносит. Про винтовки она узнала. Агнешка. Кто он тот наш человек? Он поляк, а носит форму немецкого офицера. Он сказал только ликвидировать караульного. Это все. Ясно. Гроль, 45-32. Кёнинг, 36-38. Шмидт, 40-42. Шмидт, 40-42. Кагла вниз. Ты туда, остальные за мной. Один. Попробуем. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переоденься быстро. Что вы еще можете сказать о немецком офицере? Ничего. Я сказала все, что знаю. Ролин Решко, связавшись с поляком, вы опозорили немецкую расу. Вы знаете, как наш закон карает за подобные преступления? Да, господин Штурмбанфюер. Но, искренне признавшись, вы свою вину искупили. Вы не любите поляков, да? Ненавижу. Ее показания позволят уничтожить нашего опасного врага. Я думаю, господин полковник, что мы должны от имени Филера простить Грету Рашко. Да. Благодарю вас. Я могу идти? Конечно. Прошу, подождите в моем кабинете. Ну, господин полковник, он опасный, серьезный враг. Да, если это все правда. Вы никого не подозреваете? Как я припоминаю, вы с ним даже дружили. Ну, это трудно назвать дружбой. И все же мы... оба думаем о Клоссе. Ну, ребята, загружайся. Полковник, у себя? Так точно. Быстрей, быстрей. Вставай. 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 Ну, зачем разбудил? Мне еще спать полтора часа. Йод-23 сообщает из Тольберга. На войне любое донесение уже опоздало на два часа. Дай сигарету. Ну, и что, наш славный Йод-23? Все начинают операцию на заводе. Много поспешили? Нервы. Немцы пока не ждут наступления через канал. Они там укрепятся только утром. Зови Подгурского. Попробуем. Там на заводе немного продержатся. Ладно. Что делать? Что делать? КОНЕЦ КОНЕЦ Два сорок. Пора. КОНЕЦ Руки вверх. КОНЕЦ КОНЕЦ Как зовут офицера, с которым ты договорился? Не знаю никакого офицера. Как там было? Та полька ему сказала, что придет их человек в немецкой форме. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты здесь, Ганс? Хорошо я все устроил. А вот его девушка. Поставьте ее к стенке. А ты, Ганс, полюбуйся на них. Хак. Я не проигрываю последней битвой. Ты дрянь. Ты крыса. Бежишь с тонущего корабля к врагу. С каких пор им служишь? С самого начала, Брюннер. С первых дней. Я офицер польской разведки. Так. Тогда ты-то нам все и выложишь. Ты уверен, Брюннер? Господин штурмамфюрер. Порт заблокирован. Всех вывести. Ликвидировать? Я дам приказ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я висла пять. 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 Йод-23 арестован на заводе. Необходима срочная помощь. Повторяю. Йод-23 арестован на заводе. Необходима срочная помощь. Не нравится вам блокада Порта? Некуда удирать? Думаешь, я не успею? Не обольщаюсь. Твое положение куда хуже. Я успею рассчитаться и с тобой, и с теми. Но сперва я хочу с тобой побеседовать. Садись, Ганс. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Закуришь? Изменил тон? Нет. Изменились обстоятельства. Мы офицеры одной и той же службы. Могли бы договориться. Аганс, есть предложение? Не нужны мне твои предложения. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Утром я предлагал тебе союз. Ты не хотел. Тем хуже для тебя. А теперь у меня кое-что есть. То, за что англичане и американцы меня золотят. У меня глаз. Я догадывался. Ты разыграл убийство. Хотел Гласса вывезти и продать. Ну и Каналии же ты, Брюнар. Да, но где он, знаю только я. Не глупи, Ганс, ведь глаз у меня. Понимаешь? Возьми микрофон. Вызови того, кто минировал завод. Я не сделаю этого. Микрофон. Инженер Кроль, зайдите в дежурную. Повтори. Инженер Кроль, зайдите в дежурную. Повернись. Спросишь, где пульт управления минными зарядами. Господин штурмэмфюрер, Кроль сбежал. А где пункт управления минной зоной? В кабинете Гласса. Сорвать завод. Поляки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА